В эфире новости Анапа Регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Конечно, очень облегчит эту жизнь и повысит нашу мобильность. Депутатская помощь. Детско-юношеская спортшкола «Олимп» поселка Виноградный получила в подарок от спикера ЗАГС собрания «Края» автобус. Поиграть в какие-то настольные игры, либо побеседовать, либо просто встретиться с друзьями. В единстве сила. Анапские молодежные клубы по месту жительства подвели итоги работы. Самое основное – не подходить поверхностно к работе отопительных приборов. Внимание! Пожароопасный период. Спасатели призывают анапчан проверить отопительные приборы и провести инструктаж с детьми. И начнем с темы благоустройства курорта. В Анапе продолжается озеленение в рамках поручения главы города Юрия Полякова. Накануне коммунальщики и агрономы высаживали деревья на улице Ленина. За ходом работы наблюдала наша съемочная группа. Старт масштабной акции по озеленению города две недели назад дал лично глава Анапы. Тогда Юрий Поляков вместе со своими замами высадили 50 новых сосен в сквере Гудовичи. Мы стараемся сажать деревья там, где находятся пеньки, для того, чтобы сохранить то количество зеленых насаждений, которое есть. Не только сохранить, но и приумножить. Глава Анапы поставил задачу. До конца года на курорте необходимо высадить не менее 500 деревьев. Работа ведется как в центре города, так и на окраинах. Очередная точка – новый микрорайон «Морская горгипия». Сейчас по поручению главы мы не только восстанавливаем насаждения, которые были спилены, но и делаем новые. Как вы видите, мы сделали аллею. Здесь еще планируется тротуар. На улице Ленина было высажено более 50 саженцев платана. Деревья нужно не только правильно посадить, но и подготовить к зиме. Специалисты установили опоры, которые уберегут молодые саженцы от ветра. Сейчас мы их подвязываем, ставим колышки, как вы видите. На каждое дерево подвязываем по три колышка, чтобы здесь большой ветер, чтобы их не поломало. То есть как бы будем подсыпать землю. И посадили на улице Владимирской еще 18 точно таких же платанов. В дальнейшем мы еще посадим клены, около 70 деревьев. В этой части города деревья практически отсутствуют. Раньше здесь был пустырь. Теперь, говорят местные жители, новая зеленая зона станет настоящим украшением микрорайона. У нас солнечный город Анапа, поэтому хочется, чтобы очень зеленый, призеленый он был еще дополнительно. У нас строительство идет везде, поэтому параллельно строительству я бы хотела, чтобы у нас рядом с домами садили побольше бы деревьев, цветов. Это же прекрасно. Здесь жарко летом, и такая будет аллея, тень будет падать. Мы только благодарны вам, и побольше бы таких насаждений. Спасибо вам большое. Преображается и сама Анапа. В центре вдоль улицы Крымской озеленители приступили к высадке зимних виол. Виола морозоустойчивый цветок. Выдерживает мороз до 16 градусов. Поэтому мы ее и высаживаем. Высажена здесь уже 7 тысяч цветов будет. А в общей сложности 35 тысяч виол в зиму. Со следующего понедельника заходим на Ореховую рощу. Будет производиться обрезка роз на зиму. Как рассказали в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, в ближайших планах высадка еще 70 платанов и более 100 сосен. Все работы планируется завершить уже к концу этого месяца. Руслан Душевский, Анапа-регион. В Анапе начинается отопительный сезон. Владельцам частных домов специалисты рекомендуют провести тщательный осмотр котлов и печей. Убедиться в их работоспособности после длительного простоя. Если в качестве топлива используются дрова, то в дом их необходимо заносить по мере необходимости. Не делать запасы пожароопасного материала на несколько суток вперед. Чтобы избежать опасности отравления угарным газом, следует проверить, а при необходимости прочистить домоходы. Основные правила – это проверить домоходы, проверить автоматику, вспомнить инструктаж, который люди проходили при пользовании газовыми приборами, при пользовании печей. И еще раз обратить внимание на престарелых и детей. Своевременно их проинструктировать, подготовить их к работе. Самое основное – не подходить поверхностно к работе отопительных приборов. В детско-юношеской спортивной школе «Олимп» в поселке Виноградное появился собственный транспорт. Юные спортсмены и их тренеры называют приобретение долгожданным. Автобус приобрели на средства, выделенные председателем законодательного собрания Краснодарского края Юрием Бурлачко из специального фонда. На спидометре первые 800 километров. Машина 20-местная. Этого достаточно, чтобы в ней разместилась волейбольная или футбольная команда с сопровождающими. Как правило, это тренеры и медик. Автобус планируется использовать для поездок по Краснодарскому краю. О его приобретении на встрече с председателем законодательного собрания Юрием Бурлачко попросили местные жители. Он выделил 2 миллиона рублей из специального депутатского фонда. Раньше были, конечно, трудности с передвижением. То родители везли, то фрактовали автобус, который с известными трудностями и с финансовыми затратами значительными связан. С передвижением общественным транспортом, в котором не всегда бывают билеты. Поэтому, конечно, очень облегчает эту жизнь и повысит нашу мобильность. Больше соревнований, больше игровой практики, а значит и больше побед. В коридоре лишь малая часть трофеев воспитанников школы. В активе победы на первенстве России по легкой атлетике. Первое место на чемпионате Южного федерального округа по пляжному футболу. Анастасия Лысенко занимается в школе «Олимп» более 7 лет. Пару недель назад она привезла бронзу с первенства России по пляжному волейболу. Изначально рассчитывали войти в десятку, но когда появилась возможность выйти в четвертьфинал, дали соперницам из Москвы настоящий бой. Когда дело дошло до третьей партии, мы начали проигрывать. И проигрывали. Нам осталось два очка, чтобы вылететь из игры и занять пятое место. И мы собрались и догнали их. И выиграли. Если партия до 15 лет, то мы выиграли их 23-21. Сегодня в «Олимпе» занимаются более двух тысяч юных спортсменов. По словам тренеров, главная задача на ближайшее время использовать открывшиеся возможности для улучшения результатов. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. И еще новости с поселка Виноградный. Мы уже рассказывали о том, что там началась кампания по сбору средств на строительство храма. Впереди достаточно дорогостоящий и ответственный этап, после которого у православных верующих появится возможность покинуть в тесное временное помещение. О том, что уже сделано, и что еще предстоит сделать в нашем материале. Такие объявления появились в поселке Виноградный. Это одно из первых решений недавно созданного Попечительского совета. В него вошли православные верующие с опытом организационной работы. Всегда мы надеемся на лучшее. В пределах 6 тысяч человек проживает в нашем округе Виноградном. И с Божьей помощью все вместе мы будем решать те проблемы, которые есть у нас именно на сегодняшний день по строительству и благоустройству нашего храма. Такой большой поселок не может быть без храма. Здесь никогда храма не было, к сожалению, на протяжении многих лет. Строительство храма началось в 2006 году на пожертвование. Временная молельная комната находится в местном общежитии, однако по праздникам она не вмещает всех желающих. Согласно проекту, здание церкви рассчитано на 100 человек. Сейчас все готово к тому, чтобы установить 5 куполов – один большой и 4 малых. Их стоимость вместе с установкой порядка полутора миллионов рублей. Прихожане считают это ключевым этапом строительства. Купола поставят, можно будет заказывать окна. Окна поставили, уже все, двери поставили, уже в храме, даже пусть отделочные работы не проведены, уже можно проводить службу. Разрешается так. Понемножку, мы же не просим там сразу полтора миллиона дать. Верующие надеются, что их активность напомнит о проекте. Кроме того, есть те, кто недавно переехал и еще просто не знает о том, что идет строительство храма. Никита Бойко, Александр Ребеко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В единстве сила. Под таким девизом прошел фестиваль клубов молодежи. Идея создания кружков по месту жительства для детей и подростков появилась почти 15 лет назад. Сейчас Управление по делам молодежи и Центр 21 век работают с 42 клубами. Направления самые разные. Начинает организация интеллектуальных игр и заканчивая волонтерством. Молодежный клуб «Хутори Иванов» в следующем году готовится отпраздновать юбилей 15-летия. И все это время им руководит Любовь Тамилова. Основное направление – прикладное творчество. Самодельные вазы, декоративные украшения, из папье-маше, обереги, цветы из бумаги и шелковых лент. Но главная изюминка – создание уникальных кукол. Как говорит Любовь Владимировна, они не следуют по шаблону, а придумывают каждую свою работу с нуля. Изначально просто чисто кружок. И у нас была директора Дома культуры Иволгина Тамара Линчина, сама родом из Белоруссии. И она привезла маленькую-маленькую куколку, совершенно крошечную. А мы потом начали это дело развивать. И вот именно на куклах, на куклах мы нас стали узнавать везде. Мы везде их вывозили на все выставки. В Атамань сейчас все время уезжаем. Потом ездили с куклами в Краснодар. Сегодня в молодежных клубах Анапского района состоят более двух тысяч подростков. Как говорят специалисты молодежного центра, дети сами выбирают, как провести свой досуг. Кому-то нравятся настольные игры. Другие своими руками создают эксклюзивные сувениры или изучают историю Кубани. Я прихожу в клуб не на платной основе, совершенно бесплатно. Я сегодня прихожу, у меня есть настроение поиграть в настольный теннис, поиграть в какие-то настольные игры, либо побеседовать, либо просто встретиться с друзьями. Естественно, после школы у нас клубы работают в основном в вечернее время. С ними работает специалист клуба, который организовывает и проводит различные мероприятия. Круглые столы, конкурсы, соревнования, беседы. То есть, как говорится, это как внутриклубные мероприятия. Масса мероприятий они проводят. То есть без дела нет еще дня, чтобы они не проводили ничего. Фестиваль клубов – это подведение итогов их работы. Тема этого года посвящена Дню народного единства. Каждый клуб подготовил тематический номер. Задача максимально наглядно продемонстрировать культуру и национальный колорит страны, которая досталась им по жеребьевке. Лучших здесь не выбирали. Победителями стали все участники. Ведь главный слоган фестиваля – «В единстве силы». Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, «Анапа-регион». Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте «Анапа-регион.ру». Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь». «Анапа-Самбурово-254». Мы делаем спорт доступным. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с восьмого этажа. Пристегнитесь. Это может спасти вашу жизнь.